народ привет несколько дней не снимал никакого видео вот но дела сдвинулись с мертвой точки как вы видели уже по фотографиям в группе волк уже поехал и не только волк на подходе уже рима хобби наш бродяга проходимец на данном этапе мы все собрали но он у нас немножко высоковат но может быть это будем делать не сегодня поставили вот такой кастомный бампер вот фары сюда сделали фары во внутрь ну так вот зеркала сделали вот такой вот у меня получился не супер комплект для корочки колесико тут сейчас я это все дело соберу подумаю значит над фиксации сзади припущу заднюю часть возможно поставлю туда как раз таки горизонтальную подвеску если сейчас у меня окажется в наличии амортизаторы вот посмотрим потому что тачка должна быть это вот так вот примерно и передок немножечко так вот приспустим но тут тоже я поставил это зимний вариант колес ну так чисто клею пробивать вот он будет как бы первопроходцем за ним уже тачки с меньшим клиренсом но уже по накатанной колее так что вот сейчас мы это все делаем разберем и посмотрим что и как будем делать все это тоже дело снимать не буду конечный результат еще немножко расскажу что именно по делу самое главное здесь я уже установил комбо комплект вот а тут видите меня вот понаделана по наляпана вот сейчас буду удлинять раму и буду пробовать что-то задней части потому что так не совсем не нравится возможно вообще уберу бампер и только поставлю один фаркоп оттуда выведу сейчас буду пробовать ну что надо приступим быстренько к разбору многие скажут что я тут какой-то ерундой занимаюсь но ребят кто чем может кто-то занимается я не могу себе позволит пойти купить новую шайку вот и делаем из говна конфетку просить вообще что я хочу сказать вот сегодня я потворялся как эти с хламом учился и в следующий раз уже будешь знать как что получше сделать как вы помните на 3d принтере я печатал такой вот механизм с горизонтальным расположением амортизаторов они будут ходить туда-сюда не вверх-вниз а горизонтально вот сейчас я хочу так как это пикап а рессоры ставить менее охота что все-таки хода были побольше хочу попробовать ее сюда римастрить заодно и посмотрю как это и если она подойдет чтобы понимать где ее можно использовать так народ ну что немножко я потестил да собрал потестил вот окончательный вид его теперь будет вот таким на фоточках еще добавлю так что сделал сделал я значит вот что вот такая система электроники буду вносить изменения наверно вот что у меня здесь сегодня случилось потестил вес очень легкий снег сейчас ставят у нас под снег он не проваливается но у меня отхлебнул кардан видать он уже давно был не в суток состоянии сейчас я быстренько его попробую открутить меня раскрутился пиньон пин карданчики и и выскочила вот эта палочка так как нам лучше сделать нету длинных только одни короткие меряем значит диаметр диаметр по моему двоечка до 2 миллиметра ну и будем делать действовать как всегда старым способом сверлышка двоечка ну и а тачка после покатушек дает все мы ее вниз спустим на ствол отрем тачка на данный момент строится для того чтобы по грубо говоря снежной целине вот сейчас взять пробить колею она машина легкая при просто она придавливает его из-за того широкие колеса утаптывает вот сегодня попробовал колею и делает нормально в принципе не проваливается но единственное что большие подъемы конечно на в холостую вес легкий в холостую все крутит поэтому будем поэтому будем ставить на нее лебедку лебедка в принципе уже готова надо будет только ее установить подключить там настроить вот управление будет с переключателя переключатель тоже есть вот так что соберем и посмотрим еще как едет сегодняшний тест-драйв я снимать не стал вот в принципе надо было посмотреть только то что проваливается или нет подходит ли он для этого или не подходит результатом доволен так что скоро соберемся покатаем и посмотрим на что он способен как он себя показывает а сейчас займемся значит поставим тачку на полочку и 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